Здравствуйте, с вами Алла Дворецкова. Это передача о мелочах из жизни. Даже пятница 13 звучит не так страшно, как 1 сентября. Адаптация школьника – тема нашей сегодняшней передачи. В этом вопросе нам помогут разобраться Елена Назарова, учитель средней школы номер 27, победитель областного этапа всероссийского конкурса «Учитель года 2012» и лауреат всероссийского конкурса «Педагогический дебют 2019». А также Наталья Патькова – педагог-психолог и руководитель областной психологической службы системы образования Ульяновской области. Первый вопрос у меня будет, Наталья, к вам. Вот существует ли синдром 1 сентября на самом деле? Ну, готовясь к встрече с вами, я поговорила с коллегами, и ни один из них мне не сказал, что знает, что это такое на самом деле. Вот психологи обычно изучают адаптацию к условиям нового учебного года, адаптацию учителей, адаптацию родителей, адаптацию учеников. Вот. Понятно, что дети адаптируются, и вот результатом является плавное вхождение их в учебный процесс, и обучение идет в плановом режиме, как положено, например. Но каждый год, возвращаясь в школу с очередных каникул летних, да, дети испытывают, конечно, определенные сложности. Они связаны с различными моментами. Если хотите, я могу на них остановиться. Давайте, давайте. Ну, во-первых, это связано с режимом дня школьника, потому что, как правило, дети во время летних каникул нарушают режим ложатся спать попозже, встают попозже, да. И все это очень влияет на 1 сентября, когда детям нужно вставать, например, в 7 часов, а не в 10, да, ложиться, например, в 9 часов, а не в 11 или в 12. Конечно, возникают определенные сложности и физиологические какие-то расстройства у детей на этом фоне. Важным моментом также является адаптация к условиям нового коллектива, в который дети попадают. Мы сейчас про первоклассников говорим? Нет, вообще. То есть, вот дети во время летних каникул у нас, например, отвыкают друг от друга, да, и попадая, например, 1 сентября в школу, они встречаются со своими одноклассниками, и вряд ли летом они общались, да. Ну, понятно, через интернет, ВКонтакте, да, такое общение есть, но вот непосредственно общение вряд ли у детей было. Также детям приходится адаптироваться и привыкать к новым педагогам, которые их встречают в школе. Особенно, если это обучение в основном, в основной школе. Также к детям предъявляются новые требования, возможно, новые предметы, которые им нужно будет изучать, новые какие-то режимные моменты. Вот, например, в этом году во многих образовательных организациях вводится вторая смена. Это тоже очень болезненно для детей, для родителей, для педагогов. Все это нужно помнить, и к этому нужно быть готовыми. Но вот самое главное, я хочу сказать, что в школе есть такие возрасты, на которые мы обращаем особое внимание. Это дети 1, 5 и 10 класса. Мы изучаем адаптацию этих детей и помогаем им в плане адаптации условиях школы. А чем отличаются именно вот эти классы? В этих классах происходит переход детей на новые ступени обучения. И, конечно же, внешние какие-то условия очень сильно меняются. То есть, когда ребенок поступает из детского сада в первый класс, здесь меняется вообще в целом и организация, и новые люди для него, новый детский коллектив, новый учитель. В пятом классе... Новые учителя. Новые учителя, новые предметы. Возможно, смена коллектива классного, потому что дети многие переходят в пятом классе, выбирают какую-то другую форму обучения. Конечно же, это кабинетная система. Детям приходится переходить из кабинета в кабинет, появляются новые предметы. Вот это все очень сильно влияет на ребенка. Возникают определенные трудности. Елена, вы согласны? Я полностью согласна. Тоже также готовюсь к вашей передаче. Я являюсь сейчас на данный момент классным руководителем девятого класса. И я, конечно же, спросила ребят, каково им, и вообще для них, что такое синдром первого сентября. И в первую очередь они сказали такой вот небольшой страх неизвестности. Потому что действительно ребята изменились за лето. Даже в девятом классе у них есть этот страх? Безусловно. Это страх даже перед, как они сказали, перед новым учебным годом. Что вот этот предстоящий новый учебный год. Но, безусловно, их ждут первые в жизни государственные экзамены. Это первый документ, который они получат о завершении достаточно большого периода их жизни. Это как первая ступень уже во взрослую жизнь. Плюс им предстоит, они стоят на пороге определения. Здесь уже им придется определиться, чем они в дальнейшем планируют заниматься. Потому что кто-то определяется и уходит после девятого класса в колледжи, в техникумы. Кто-то продолжает свое обучение, идет в десятый класс. Кто-то переходит в какие-то заведения, привязанные уже к высшим учебным заведениям. То есть вот этот переход, непонимание на самом деле, как, что, как правильно поступить, что им выбрать, растерянность родителей. Потому что они тоже всячески готовы помочь ребенку, но они не всегда так же понимают, что выбрать лучше. Самое главное, что у них есть осознание, что не нужно все-таки давить и какие-то свои, навязывать идеи. Но тут тоже нужно понимать разные обстоятельства разных семей. Зачастую ведь выпускники выбирают направление в дальнейшем, потому что родитель знает, что он потом в дальнейшем своего ребенка трудоустроит. То есть вот у них есть какое-то понимание того, как должна сложиться жизнь ребенка. Но не всегда это состыковывается с детьми. Ну и безусловно, да, новые учителя, это, конечно, за всех ступеней. А то, что касается пятиклашек, у меня сейчас уже третий выпуск. И каждый раз, когда у меня приходил пятый класс, мы первую четверть ходили, каждую перемену просто за руку. Они до этого учились в одном классе у одного учителя. Они точно знали, куда с утра идти, в какой кабинет. И мало только, допустим, на уроки физической культуры, на уроки музыки они переходили в другие кабинеты. А так они пребывали все время в одном и том же кабинете. Их вещи, они привыкли, что у них вещи находятся в этом кабинете. А здесь постоянное хождение от одного кабинета к другому. А где эти кабинеты? Как найти эти кабинеты? И безусловно, это привыкание. Плюс само поведение ребят разных возрастных ступеней, все-таки оно разное. Начальная школа, они привыкли к активным переменам, к активному отдыху на перемене. В рамках среднего звена это уже не настолько возможно. И вот перестройка... Переломный момент для них. Да, очень. Тут бывают, конечно, разные ситуации. Точно так же, как и первых классов. Я, не знаю, я преподаю с 5-11 классов. И только один период небольшого времени преподавала в начальной школе, вела информатику. Для меня это, конечно, очень было сложно. Потому что у них совсем другое восприятие, совсем другая организация. И, естественно, точно так же, я думаю... Они менее организованы? У них более рассредоточенное внимание, их привлекает какие-то... Они быстро отвлекаются на какие-то яркие моменты. Плюс в рамках специфики нашего предмета нам в рамках одного урока приходится работать по подгруппам. И вот это вот всегда одним ребятам интересно, что происходит там. И наоборот. И, естественно, раз мы воспринимаем их по-разному детей, что начальная школа, что средняя, что старшее звено, безусловно, что и у них идет восприятие. К нам по-другому. Поэтому, да, ребята действительно назвали, что очень сложно вставать с утра. Очень сложно... Непонимание того, что их ждет завтра, как это все будет происходить. И как быть, что делать, куда определяться, это, безусловно, их очень тревожит. Наталья, как же быстро тогда адаптироваться нашим ученикам? Сентябрь – самый такой сложный месяц у нас сейчас. Ну вот мы сейчас с коллегой практически многое, что уже рассказали, дали подсказки. Да, уже отсюда понятно, что организовать режим дня школьника ребенка, да, для того, чтобы он... У него был полноценный сон, да, чтобы было время для активности, вот, время для занятий, само собой. И чтобы он утром вставал довольный и спокойно шел в школу. Конечно, важный момент для родителей – это обращение внимания на питание ребенка, то есть, насколько оно сбалансировано, какие витамины ребенка принимает. Потому что это тоже все очень важно. Дети, как вы сказали, активные, подвижные, занимаются умственной деятельностью. Все это для них, конечно, очень и очень важно. Важно помнить, что дети... Нужно приучать детей к самостоятельности. Особенно вот в пятом классе и в большей степени и в одиннадцатом, потому что, ну, ни для кого не секрет, у нас взрослые дети тоже бывают довольно несамостоятельные. Отсюда и проблем много возникает. Очень важна поддержка родителей, я считаю. Потому что вот если родитель хвалит своего ребенка, поддерживает его в таких ситуациях сложных жизненных, да, ребенку, я думаю, любые горы, как говорится. Это сейчас примерно про ситуацию успеха. Я тоже почитала об этом, что нужно не акцентировать внимание на негативе, а именно на каких-то позитивных моментах, чтобы у ученика было впереди вот это светлое будущее. И что, да, что он успешен, да? Кроме того, мы еще очень часто говорим, не нужно сравнивать ребенка с другими. Нужно оценивать его относительно его достижений, потому что у каждого свои способности и возможности. И поэтому кому-то одно досягаем, другому ребенку, другие возможности. И поэтому надо оценивать именно те качества, которые преобладают вот у вашего ребенка. И очень важный момент, на который мы, психологи, всегда обращаем внимание. Родителям важно сотрудничать с классным руководителем и с учителями. Если это, например, предметников много учителей, да, то нужно ходить и советоваться, брать какие-то рекомендации, ну, общаться с учителями. Я всегда родителям даю совет, что идите к учителям. Учителя любят таких родителей, которые приходят и говорят о своих детях. Вот, поэтому важно какие-то проблемы определять, которые есть в школе. И, возможно, ребенок не придет и не расскажет чего-то родителю дома, да. Важно понимать это и находить какие-то общие путешествия совместно с классным руководителем. Дружить. Дружить, конечно. Да, я тоже хотела очень важный момент подчеркнуть, что на самом деле мы все-таки живем и работаем в 3D-ном коллективе. Это учитель, ученик, родитель. И, безусловно, здесь взаимоподдержка, взаимопонимание очень важны. Причем именно взаимоподдержка. Потому что иногда бывает, что расходятся какие-то взгляды на одни и те же ситуации у родителей детей. И тут очень важно понимать, что один и тот же ребенок в рамках школы и в рамках дома – это совершенно разные два разных ребенка. Потому что они находятся в этот момент в разном окружении. Плюс это еще нужно смотреть на возрастные особенности каждого периода взросления ребенка. Поскольку, если говорить о сейчас подростках, это, конечно, безусловно, для них больше влияния оказывает мнение своих друзей. И поэтому в коллективе друзей, в коллективе одноклассников это будет совсем другой ребенок. И здесь нужно знать, нужно узнавать то, как он ведет себя и пребывает, конечно же, в школе. Плюс, на мой взгляд, в адаптации еще помогает все-таки больше роль классного руководителя. Потому что, ребята, это первые классные часы, это вхождение, это организация устройства жизни класса. Это, конечно же, безусловно, на мой взгляд, именно в первые дни учебной деятельности должны быть какие-то поездки куда-то. Например, если это в старшие классы, то это можно профориентационные моменты на предприятии, к примеру, Лианской области. Если это среднее звено, у которых экзамены не впереди, у которых можно не определяться, можно какого-либо рода активный отдых деятельности. У нас сейчас огромное количество возможностей в регионе предоставляется. То есть они будут находиться в классном коллективе, но вне школы. Это позволит еще лучше установить взаимодействие, вспомнить, установить старые отношения, может быть, выстроить новые отношения среди одноклассников и еще больше сплотить коллектив. Плюс это смягчит этот период вхождения в школьное пространство. Ведь уроки только первые, пока еще не такие объемы домашнего задания задаются детям. И, безусловно, есть время свободное. Еще не определились с дополнительным образованием кружки, куда детей будут ходить, внеурочную деятельность, как они заняты. И здесь огромное время для такого внеурочного, внешкольного взаимодействия класса. Я еще тоже, как родитель, хочу добавить, что, наверное, нужно почаще спрашивать не об оценках ребенка, какие оценки ты сегодня получил, а такой вопрос, что ты сегодня нового узнал, чтобы было некое такое общение, ребенок делился своими новыми знаниями. Вы согласны? Безусловно. На первом классном часе я среди ребят провела небольшую анкету. Первый вопрос, который стоял, что помогает тебе быть успешным в обучении, лучшим учеником. И ребята, да, писали, они писали такие моменты, как уроки, безусловно, учителя, которые пребывают рядом. Интересно было отмечать, что перемены, на которых есть возможность пообщаться, и знания. И вот было приятно услышать, что возможность получить новые знания, возможность развиваться, как один из пунктов у ребят, так же звучал. А вы, кстати, не вводите именно на уроках, я знаю, что есть такие методики, на одну-две минутки, когда могут пообщаться ребята с друг другом прямо в формате урока. А, безусловно, формат урока на сегодняшний день, они разнообразны, и возможность выстраивать коммуникацию, в том числе, это является одним из наиболее важных элементов, потому что это одна из тех компетенций, которые мы должны развивать. Причем это не только привычная нам коммуникация лицом к лицу, face-to-face, но также еще и коммуникация посредством интернет-сетей, посредством социальных сетей, посредством коммуникационных коммуникаций. А вы на уроках разрешаете им достать телефоны на две минуты? Не на две минуты, зачастую у ребят и на большее количество времени присутствуют телефоны на уроках, телефоны, планшеты. Это уже в старших классах? Не только в старших классах, это даже больше, не столько в старших классах, сколько в среднем, потому что моя задача, как учитель информатики, показать, что сеть интернет является не только источником каких-либо игр и развлечений, что это один из источников, не основной, подчеркиваю, а один из источников знаний, поскольку сегодня, на сегодняшний день существует огромное количество образовательных платформ, которые можно использовать. Кстати, еще один из возможных вариантов такой вот адаптации плавного вхождения – это использование образовательных площадок. В Ульяновской области наиболее активно среди учителей встречается, используют Яндекс.Учебники, используют платформу УЧИ.РУ и Я.Класс. Особенно для начальной школы, потому что вот то, что касается УЧИ.РУ, Яндекс.Учебник, у них очень хорошо разработана платформа для первого и четвертого класса по всем предметным областям. Задания выстроены в игровой форме, плюс ребенок визуально сопровождает мотивацию успеха в том плане, что он визуально видит, что происходит, когда он выполняет задания правильно, там перекатываются какие-то определенные объекты в плюс, и в случае, если он где-то ошибается, тоже как бы он видит вот эти моменты. Сами задания достаточно яркие, интересные, и я думаю, это будет неплохое подспорье. Действительно успешно войти в новый учебный год, немного вспомнив тот материал, который был в предыдущем в игровой форме, очень интересный. Спасибо. А вот продленка. Ваши за и против. Давайте, Наталья, с вас начнем, наверное. Ну, понимаете, продленка – это очень сложный вопрос. И он не психологический, я вам так скажу. Он, конечно, в большей степени возникает от потребности родителей. Если есть потребность у родителей, то да. Ребенок сам по себе не нуждается в продленке, правильно? Вы так хотите сказать? Ну, понимаете, как таковой продленка. Вот что вы имеете в виду под продленкой? Ну, вот закончились уроки в 12, а ребенок еще, допустим, до двух, до трех часов. В образовательных организациях нет такого. У нас в образовательных организациях есть динамическая пауза, то есть большая прогулка, затем идет неурочная деятельность. Вот если вы вот это имеете в виду, давайте будем считать вот это тогда. Ну, оно у нас обязательно. Это обязательно. В учебной программе практически заложено. Со стандартной продленкой – это тогда до пяти, до шести часов, да? Да, может быть, сборная группа. Ну, правильно, продленка, но вот внеурочная деятельность – это стандартно, это обязательно в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартным. Есть учебная деятельность, есть неучебная деятельность. А мы можем иногда даже… Или это мы пока в начальных классах могли ребенка забирать и пораньше, в 12, да, до прогулки? Это как бы такой вот обязательный сейчас компонент, который он должен выполняться наряду с учебной частью… С учебным процессом. С учебным процессом, да. То есть весь учебный процесс разделен на две части – это непосредственно уроки и внеурочная деятельность. А вот тогда скажите, чем же занимаются дети тогда именно в продленке, когда уже внеурочная деятельность заканчивается? Ну, это, безусловно, кружки, это некая альтернатива, ну, идеальный вариант – это возможность смены видов деятельности. То есть это различное хореографическое направление, это художественно-эстетическое направление, то есть это то, что позволяет дополнительно развиваться детям. Ведь все больше говорят сейчас о четырехмерной модели образования, которая нацеливает на то, что должны у ребят в разный раз не только знания и навыки, но также еще очень важны личностные качества и метапознание. И, на мой взгляд, вот кружки, особенно спортивные секции, вот именно вот эти личностные составляющие, очень важную роль вносят в развитии ребенка. То есть вы, как учитель, не против, что они после школы еще постоянно заняты вот в различных кружках и секциях? Безусловно, безусловно, нет, потому что особенно в пятых классах, когда им действительно сложно перейти, привыкнуть, мы стараемся, конечно же, организовывать вот это вот взаимодействие с учителями начальной школы, чтобы детям было, вот даже вот как на уроках математики, я еще как учитель математики, даже способ элементарно оформления учителем задачи, он разнообразен. Мы стараемся, конечно, максимально интегрироваться с учителем начальных классов, чтобы ребенку было проще, но все равно есть какие-то нюансы, которые возникают в требованиях среднего звена. И естественно, что в том числе вторая половина дня, это возможность где-то помочь ребенку, ведь родитель не всегда может понимать, как это должно быть оформить. Обычно родители как, вот на школе вот учили так, они исходят с точки зрения своего жизненного опыта, а мы сейчас говорим о формировании жизненного опыта конкретно ребенка. И здесь, безусловно, это лучше делать в той среде, в которой он, в принципе, этот жизненный опыт в большей степени и получает в рамках учебного, по крайней мере, процесса. Поэтому, безусловно, вторая половина дня – это дополнительная помощь в адаптации детей, либо в сопровождении, потому что даже если говорить о среднем звене, ведь не у всех ребят где-то что-то получается, всегда нужна помощь учителя. И вторая половина дня – это как раз возможность обратиться к учителю-предметнику за какой-либо помощью, консультацией, дополнительным заданием, где-то какой-то коррекцией знаний. В рамках урока не всегда это возможно реализовать на перемене, тоже как бы решаются много разных других вопросов для этого. И, конечно же, развитие, дополнительное развитие. Вот, Елена, как раз мы затронули вопрос про секции. Я помню, когда мы пошли в первый класс, наш директор школы сказал, что он как бы против спортивных секций для мальчиков, потому что это не дисциплинирует их, а наоборот, как-то хуже влияет на учебные процессы. Они могут где-то подраться, где-то, ну, что-то, в общем, как-то немножечко он отговорил нас, всех родителей, скажем так, от того, чтобы мы детишек отправляли в секции. Ну, я думаю, что где-то подраться – это никак, никоим образом не столько связано со спортивной секцией, сколько просто с какой-то формой организации, либо какими-то другими моментами. Ну, ведь давайте все-таки… Вот мы сейчас говорим о детях, но если сделать такой шаг назад и в самом начале те вопросы, о которых мы уже говорили, преломить на себя. Ведь нам точно так же очень сложно выходить из отпуска. Нам точно так же очень сложно менять тот режим, который меняется. Но при этом посмотрите, как на сегодняшний день в регионе развивается количество фитнес-клубов. Оно растет, можно сказать, в геометрической прогрессии. Это говорит о том, что среди не только молодежи, но ведь там ходят люди совершенно разного возраста, вот тот клуб, где я посещаю, можно увидеть людей даже достаточно пожилого, преклонного возраста, и тем не менее. Потому что основная идея все-таки физических нагрузок – это что? Это здоровье. Поэтому с точки зрения здоровья я, конечно же, за спортивной секцией. Но, безусловно, здесь нужно подходить адекватно к выбору спортивной секции. Это в первую очередь нужно поконсультироваться у врача, потому что у ребят, особенно в подростковом, опять-таки в возрасте, это для меня сейчас наиболее актуально, в силу возрастных особенностей у них идет отклонение в развитии, но не в развитии, а в физическом здоровье по тем или иным параметрам. И очень часто, когда они обращаются к врачу, врач именно объясняет это тем, что организм растет, происходят какие-то изменения, и поэтому это вызывает. И здесь нужно понимать, что одни физические нагрузки, да, возможны, другие физические нагрузки категорически нет. Плюс, я знаю, вот у меня друзья, как бы у них есть, например, у детей какие-то отклонения, вот на неправильный ребенок, маленький, еще дошкольного возраста неправильно ставит ноги. Можно, они решили отдать хореографию, потому что в первую очередь там что учат? Там учат правильно ставить постановки. В общем, вы за индивидуальный подход к своему ребенку. Безусловно, конечно. А как же тот момент, те дети, которые посещают секции по три, по четыре раза на неделю, у них уже учебный процесс начинает хромать? Все-таки вы не против? Нет, я не согласна, что у них учебный процесс как бы начинает хромать, потому что вот у меня есть ребята, которые ходят в спортивной секции, есть ребята, которые занимаются танцами, есть ребята, которые занимаются музыкой. На мой взгляд, что чем больше у ребенка распланирован день, тем у него больше вот остается понимание, что вот понятие «каждая секунда дорога». Планирование. Планирование, да, умение тайм-менеджера, который современному, конечно же, человеку очень важно. И если, поскольку школа – это все-таки такой мини-вариант той жизни, к которой они потом попадают, то если мы уже приучаемся к себя каким-либо понятиям тайм-менеджера, внешнего вида, организации вот своего жизни уже на школе, тем проще потом будет выстроить свою жизнь в дальнейшем, и она будет более успешной. Вы согласны, Наталья? Ну, вот по поводу этого возраста я согласна. У меня, конечно, есть, вот вчера я была буквально на родительском собрании, и мы с родителями как раз вот эту тему обсуждали. Мы говорили о том, а были родители первоклассников, и мы говорили о том, а стоит ли вообще детей отдавать в какие-то секции, кружки. И вот совместной дискуссией такой мы пришли к выводу, что все-таки нужно исходить из-за индивидуальных особенностей ребенка. Если ребенку позволяет его физическое развитие, он сможет охватить, допустим, и спокойно войти в школьный процесс, то, пожалуйста, можете это делать. Кроме того, если, например, еще ребенок до школы посещал какие-то секции, кружки, мы тоже советуем не бросать их. Если же ребенок вот на этапе поступления в школу находится, и родитель хочет еще какое-то дополнительное занятие ему организовать, то здесь, конечно, нужно, как говорится, семь раз отмерить, один раз отрезать, так скажем. Либо подожать до второго класса, да? Да, либо даже вот мы пришли к выводу, что, возможно, даже в втором полугодии, если кому-то очень захочется, и покажется вдруг, что у ребенка достаточно сил посещать какую-то еще другую секцию или кружок. В общем, просто чувствовать своего ребенка и понимать. Каждому подходить, конечно, индивидуально. Ну, здесь есть еще один нюанс, но это, наверное, скорее всего, больше, конечно, к среднему звену. Ведь школьники, они обладают самым важным на сегодняшний день ресурсом человечества – это время. У них, как ни у кого другого, этого времени в запасе и с лихвой. И, на мой взгляд, это время все-таки нужно по максимуму загружать, пробовать. Но это, да, действительно, возможно, это не обязательно спортивная секция, хотя даже с разным уровнем здоровья на сегодняшний день можно найти различные варианты, там, йоги, пилатеса, какие-то альтернативные. Это, безусловно, не такой уже ориентир на какие-то достижения спортивные. Вот. Но здесь еще нужно понимать, что у нас обширный разнообразный спектр возможностей на сегодняшний день есть. И это время – возможность примерить на себя ребенку различные сферы деятельности. Чем больше он, как бы, примерит на себя те или иные сферы деятельности, тем проще ему потом будет определяться, а что же все-таки его, да, какое направление ему выбрать, по каким стопам пойти, что же все-таки делать. Вот. И тут, безусловно, опять-таки может помочь сайт. У нас есть сайт over73.ru. На нем можно посмотреть, какие в регионе у нас существуют, в каких заведениях дополнительного образования, секции, кружки и другие моменты. И плюс еще ведь о здоровье можно думать. Это ведь не только спортивные достижения, это еще и психологическое, эмоциональное здоровье. И вот тут, может быть, где-то некоторым ребятам все-таки нужно не только какие-то кружки дополнительного образования, а у нас очень хорошие при центрах дополнительного образования работают психологи. И существуют, бывают моменты, когда мы, как классный руководитель, допустим, вот с классом обращаемся к дополнительному образованию и ходим целым классом на такие дополнительные занятия. Иногда рекомендуем родителям обращаться еще и все-таки в центры дополнительного образования именно психологическим службам, эмоциональной разгрузке, как бы такие дополнительные моменты. То есть не только нагружать, но и разгружать. А вот скажите, очень часто, и у меня даже знакомые семьи ездят в сентябре в отпуск, отдыхают за границей, и они приходят в школу не 1 сентября, а попозже. Ну, потому что пока вроде бы идет повторение, и даже учителя как бы идут навстречу. Вот как вы относитесь к этому? На самом деле, очень интересно сказали мои ребята. Они сказали, нет, вы знаете, это, наверное, все-таки нет. Удивилась тогда реакция, потому что дети же любят отдыхать и не ходить в школу, вот этот вот любимый момент. На что они достаточно осознанно сказали, что, во-первых, не во всех классах начинается повторение. Материалы во многих классах, особенно в среднем старшем, у нас сразу начинается новый учебный материал. И здесь есть опасность, вероятность, что вы пропустите какой-то шаг. Учитывая, что по некоторым предметам они, например, один раз в неделю, вы пропустили уже две недели, у нас первая часть всего два месяца, она очень достаточно короткая, и из этих уроков вы уже… То есть вы как учитель не поддерживаете, да? Ну, да, скорее всего. Плюс они сказали, что может оказаться так, что тут уже что-то переорганизовал, что-то новое, а ты пришел, а тут уже совсем все по-другому. То есть вот, опять-таки, тот же этап вхождения… Вы как психолог, наверное, тоже против, потому что это резкая смена обстановки, да? Ну, вот с одной стороны, да, если ребенок уже начал учиться, и родители его выдергивают в какой-то момент, конечно, это вот нарушение адаптации будет происходить. Если, допустим, они какую-то часть, например, от сентября в начале захватили, но это, опять-таки, очень болезненно воспринимается детьми, потому что ребенку важно прийти со всеми вместе, да? Вот они все пришли, а когда он пришел позже, он уже какой-то не такой, понимаете? Что-то вот он уже пропустил из жизни, да, в какой-то момент. То есть желательно отгулять до сентября, да? Конечно, но если будут правила для всех, например, перенесут нам, увеличат каникулы, туда пожалуйста. Ну, как-то есть режим, и нужно его придерживаться. Я тоже согласна в этом вопросе. А вот в какое время лучше всего учить уроки? Учить уроки надо... Если первая смена и вторая смена, допустим. Ну, у нас в рамках курса информатики за седьмой класс есть такой раздел, как графическое представление данных. И очень интересно, что одно из заданий, там как раз график активности человека в течение суток. И когда мы анализируем эти данные, как раз-таки отмечается, что самая активность, момент активности это с 10 до 12, вот прям там на графике очень иллюстративно это показывается, и с 3 до 5. Ну, вот это с точки зрения тех заданий, которые в курсе информатики присутствуют. А перерыв нужно за это время делать им, да? Ну, безусловно. У нас же все равно предметы разной направленности, и какое-то небольшое переключение от одной предметной области к другой предметной области, безусловно, нужно. Даже несмотря на то, что, в принципе, материалы-то все взаимосвязаны друг с другом, но, тем не менее, переключение, безусловно, оно необходимо. А сколько вот по времени? Я думаю, что это все-таки для каждого ребенка по-разному, потому что у них разная скорость включения в следующую задачу. Для одних ребят это нужно... Тогда минимум. Несколько раз. Ну, наверное, минимальный. Это все зависит еще, кстати, от количества объема. Это объема, который материалом нужно выполнить. Ну, не знаю, мне кажется, минут 5-10 для переключения с одной предметной области на другую. Наверное, для более взрослых. Посмотреть еще раз, что там... Потому что мой третий класс, и тут и 15-20 минут мало. Очень сложно его из одного предмета на другой переключить. А если еще игрушка где-нибудь красивая недалеко оказалась, там, наверное... А если еще заиграется, так это еще минут на 40, на час. Тоже индивидуально. Если время позволяет, пусть играет. Пока так? Нет. Мы говорим вот по поводу подготовки домашнего задания. Здесь, конечно, все, опять-таки, индивидуально, и родитель сам должен понимать. Как ребенку лучше делать задание? Если он устал, конечно, нужно дать время отдохнуть. Тут мы не сможем отследить, допустим, как он... Он, например, сегодня себя хорошо чувствует, завтра не очень. Вот это... И что происходит с ребенком в этот момент? Потом есть такая динамика работоспособности, например, когда детям в понедельник будет очень тяжело, в пятницу будет очень тяжело. А вот пик работоспособности здесь, конечно, можно и потрудиться. Потом в этом году, например, вот для основной школы введена пятидневочка, да? И поэтому мы можем предполагать, что какие-то задания можно выполнить вот и в субботу, и в воскресенье. Разгрузить. Потому что, да, разгрузить вот основную неделю. Вот. И здесь очень важно вот это все учитывать. Потом вторая смена, когда если это начальная школа, то здесь родители должны четко понимать, что они помогают детям выполнять задания. И вот если родитель в первой половине дня находится дома с ребенком, то да, можно, допустим, себе позволить оставить домашние задания на первую половину дня. Сложные. Вот. А если, допустим, родитель не может этого сделать, то лучше какие-то сложные задания сделать уже вечером. Например, вот у меня такое мнение. Потому что, ну, домашние задания все равно выполнять нужно, никуда мы от них не денемся. Вот. Но бытует даже такое мнение, если ваш ребенок, например, не выполнил домашнее задание за час в начальной школе, то можете дальше вообще не делать. Потому что все это в достатчик. Вот сколько сделал, столько сделал. Вот я и такое слышал. Да? Да. Очень много мнений совершенно. Здесь еще есть, даже у самих ребят, они предпочитают, те, кто достаточно серьезно относится к выполнению домашних заданий, выполнять в тот же день, когда вот они материал изучили. То есть, как бы по горячим следам. Пока есть осознание, понимание того, что нужно делать, как нужно делать. То есть, и плюс еще это, возможно, потом где-то себе отдых. Но домашние задания еще ведь на сегодняшний день они тоже разнообразные. И их нельзя умещать в какие-то категорийные вот эти временные рамки. Потому что мы же сейчас говорим и о проектной деятельности. Особенно в старших классах, в соответствии с государственным образовательным стандартом, у них у каждого должен быть выполнен индивидуальный проект. И этот индивидуальный проект предполагает выход за рамки школы, предполагает сотрудничество с различными социальными организациями, даже, может быть, где-то с предприятиями. И здесь вот форма домашнего задания, она уже несколько иная. И ее просто ограничить какими-то временными рамками уже не получится, невозможно. Хорошо. Наталья, что бы вы сейчас пожелали нашим зрителям, родителям, прежде всего, возможно, и ученикам? Я бы пожелала им, чтобы 1 сентября для них стало все-таки праздником. Во-первых, изначально они уже собираются, готовясь к этому дню, уже испытывают какое-то удовольствие, приобретая новые предметы, школьной принадлежности, новая одежда. Ну так через неделю они уже надоедают им. Ну, неважно. Сам процесс вот это эмоционально положительное, чтобы у них остался вот именно на весь сентябрь. И тогда, я думаю, не будет никакой дезадаптации у нас, не будет никакого синдрома 1 сентября страшного в большей степени, конечно, для родителей, чем для детей. Потому что на самом деле для детей все-таки это праздник. Конечно, они уставшие приходят, все это понятно. Но тем не менее, глаза горят на линейках, да, банты огромные, все счастливые, улыбаются, стихи читают, танцуют. Ну, все мы были на линейках и видели, что там происходит на самом деле. Елена. Ну, мне хотелось бы пожелать, конечно же, безусловно, чтобы этот национальный заряд праздника продолжался в течение всего учебного года. Но самое главное, что очень важно, на мой взгляд, чтобы родители всегда были рядом со своими детьми. Как бы ни было тяжело после рабочего, тяжелого рабочего дня, все-таки уделяйте каждый вечер время своему ребенку. Поддерживаю. Любите своих детей, поддерживайте во всех начинаниях, и все у нас будет хорошо. С вами была Алла Дворецкова, мои гости и передача о мелочах из жизни. Увидимся скоро в следующем эфире. Пока-пока.